А в игре пауза. Ах, нет, как раз мы вовремя с тобой заходим. Ну и первая карта, еще раз напоминаю, формат Бо-3. Поехали. Так, небольшое отличие в этой игре от прошлой, где у нас тоже был алхимик, получается в том, что Бон Флетчер, в отличие от Свена, может создавать хоть какой-то спейс. То есть, как бы игра ни шла у того же Бон Флетчера, он всегда может бегать в инвизе, показывать, где находятся враги, и тем самым создавать спейс для алхимика. В смоках находится Тин-Си, Вань. Как ты думаешь, не захотят ли они подраться на баунти-руне, если обойти, например? Ну, я думаю, что они как минимум сильнее, чем алхимик, это раз. И при этом алхимика нужно забирать баунти-руны, чтобы не давать ему стопе, забирать две. Там очень много контроля. Там Стан Вингис, Лордар, Аникса. Ну, еще и Джиггернаут в своем Блейдфюре тоже дэмэджа может достаточно много нанести. И сейчас есть ли Кристал Мэйден. А Кристал Мэйден подставляется. И Изи Ферст Блад, который забирает у нас Никс. Ну, уже поприятнее на сложной линии будет стоять. Да, и скорее всего они заберут три баунти-руны. Джиггернаут у нас. Нет, они не будут, видимо, забирать три баунти-руны. Они просто убегают. Остается сверху один Джиггернаут. Тролль идет направо. Сверху один Кентавр. Вот одному Кентавру будет сложно руну отжать. И удивительно, что они даже решили не помогать Кентавру забирать руну. Вот он дает Станчик. Винга забирает у него баунти. Его бьют Слардар. Винга, ему очень больно. Кентавр на сапоге вынужден убегать. А остальные члены команды чем-то в это время занимались. Чем-то очень важным. Сейчас, обратите внимание, там стоит Вард. То есть будет у ребят Вижен. Если что, если Кентавр... Вард очень-очень хороший против Кентавра. Потому что зачастую Кентавры как раз формят там спауны. Ну и, соответственно, будут знать, где формит Кентавр. И если там не будет, скажем так, флоуэм, то можно прийти и убить его. Так, Слардар у нас в Миде. Приходит, дает Станчик. Ну, вот просто каждая игра противостояния в Миде 2 на 2. В этот раз без Огармага. Как раз мы предыдущую игру наблюдали уже Троля. И показывал он, как он силен. Да, хорошие статы. Тем более здесь против Алхимика вначале может быть очень неприятно Алхимику. По-моему, да, сегодня я же как раз играл Алхимик против Троля. Играл. Да, да, да. И Алхимик проиграл. Очень быстро стоял на базе уже с 15 минуты. Посмотри, получится ли здесь. Ну, сейчас покомфортнее Дазу стоять в Миде. Так как в прошлый раз был Огармаг. Огармагу размениваться с Троллем по жизни очень тяжело. Так как у Троля есть щиток. Но вот тот же Дазл, он может позволить себе бить его издалека. При этом не так опасно подходить близь. Если что, он всегда сможет отойти. И благодаря этому, как мы видим, Дазл Троля опустил до 60 хп. Ну, Троль сейчас пойдет использовать Шрайн. Или, возможно, уже, я вижу, приближается Курьер. Соответственно, несет там фласочку. Так и есть. Тогда посмотрим, что у нас на других линиях. Кентавр. Ну, вроде бы, кстати, Кентавр пока с очень хорошим Лео. Скоро будет уже даже третий. Никто ему не мешает, никто его не гоняет. Так что Лео получает. Но на самом деле, Кентавра достаточно сложно с линии прогнать. Соответственно, там очень много усилий надо приложить. Винга вначале не так уж сильно бьет. Там хотя бы третий Лео надо у Винги, чтобы она могла что-то ему противопоставить. Уже потратил Шрайн у нас Кентавр. Кстати, обрати внимание, сломали здесь Вард. Кентавру принесли с Энтрим. Скушал Вард, понимал, что его тут видно. Тролль в Миде стоит. Нападает на Даззл. Даззл как-то слишком агрессивничает. Нужно срочно бежать. Алхимик продолжает в Миде закидывать тучку, добивать крипов. Но тролля он тоже не остает. У Трео с Алхимиком равный крипстат. Кристалл Мейден неплохо, кстати, в зоне Дникса. Поэтому он находится на полном фри-парне. Треться левел имеет. Пока не качает ни инвиз. Опять у нас в Миде. В Миде самое главное. Очень много урона получает тролли. Кстати, на самом деле тролль сейчас может погибнуть. И так и выходит. Он просто не ожидал такое количество дэмэджа. Ну, тут еще на Кентавра нападает. Винга загидывает Мэджик Миссил. Кентавр бежит. Отличный бодиблок от Райер. Райер погибает. Прямо так развернулся. Дал тычку. И получается у нас размен один в один. Но в этот раз для Тиньси этот размен в минус. Потому что все-таки потеряли своего троля. А ему надо именно доминировать, чтобы потом алхимик стоял на базе. Ничего не мог сделать. Ну вот тролль, конечно, прочный. Он молодец. Он старается хорестить алхимика и при этом дугать крипов. Но когда висит Тиньси Спрей, когда еще тебя бьют 3-4 крипа и Дазл может этих крипов подхилить, лучше всего отойти и просто подождать. Смок от Венжи Фолл Спирит вместе со Слордаром будут пытаться с Никсом убить. Ну, на самом деле там Кристал Мейден, они вообще легко убивают. Вот, кстати, скан, обратите внимание, попадает. Ну и подловил на Карапасе. Прошла просветочка, станчик от Слордара. Сейчас будет стан от Венжи Фолл Спирит. Ну и отлично. Отлично сыграно здесь, конечно, Никс сыграл как бок. Просто подловил, дал возможность подойти и дать свои сплы. Опять, кстати, начинают избеяние Тороля. И Тороль скорее... Нет, нет, в этот раз Мисс отходит. Все-таки не хватило еще даммеджа. Буквально одной тычки не хватило на самом-то деле. Да. Ну и саппорты Тин Си сделали все необходимое сверху. Джиггернаут у нас лидер по Крипстату. Он прекрасно фармит и Кентавр ему особо не помешает. И саппорты могут идти убивать героев. В меде убить алхимика под Азлом будет крайне проблематично. Все-таки Грейв и алхимик уходят почти при любом раскладе. А снизу остается у нас один Бонфлетчер, Клинкс, которого защищает Кристал Мейденка. Ну вот под вышкой забрать его будет тяжко. Он там мансит за елочками. Его так просто не найти. Можно оставить сейчас Никса одного, пойти в лес. Поймать в лесу либо Кристал Мейден, либо спалить стаки, либо забрать того же Дазла в лесу. Алхимик, кстати, уже опережает Тролля по Крипстату ненамного, но тем не менее, если учесть, что у него монетка, то денежек он больше получает, разумеется. И прогонял даже на базу. Соответственно, в этот раз у Тролля не так все хорошо. Дазл получше смотрится, чем Огр в очень редких ситуациях. И это как раз одна из таких ситуаций. Нападает на Бонфлетчера еще раз. Он, конечно, зря сделал, что вышел. Летит сюда Дазл. Дазл не успевает, много урона наносит Тинси. И погибает Клинкс. Меракл пока. Отлично подстанил. Теперь делается телепорт. Неплохие примещения от саппортов команды Тинси. Ну и счет уже 1-4. Да, вдобавок, я хочу сказать, что комбинация Дазл с Алхимиком очень хороша из-за того, что они отлично друг друга дополняют. Алхимик вешает Тейсид Спрей. Алхимик убивает Крипов. Твои окрепы начинают пушить линию. И если кто-то старается тебя убивать, а окрепы есть, то ты наносишь увеличенный урон за счет Шадоу Вива. Вообще крутая связка. В общем, у них очень хороший пик. Есть, конечно, одна уязвимость. Это Клинкс снизу. Но эта уязвимость может быть законтрена тем, что Алхимик просто будет выходить в мид кидать Эсид Спрей, а Дазл уже начнет бейбиситить Миракла. А то Миракл начинает проседать. Да, уже две смерти имеется. Соответственно, Дазл так и должен просто стоять за спиной Бонфлетчера. Да, он сейчас соревнуется с Кентавром по фарму, что явно не к добру. Сейчас только шестая минута. По поводу Кентавра. У Кентавра практически шестой левел имеется. Шестой голды. Но тут приготовились его встречать. Пока нет стампидов. Хотят попробовать убить. Но Кентавр, посмотрите, очень аккуратно. Ну, держится, он 100% знает, где они находятся. Слардар правильно сделал, что отступило. Но можно зато попробовать запушить Тавр. Алхимик может прийти и кинуть Эсид Спрей. Так и получится. Алхимик уже подходит. Тавр так легко отдавать нельзя. Тем более Алхимику еще нужно достаточно количество времени, чтобы вынести свои артефакты. А там творить грязь. Армлет, кстати, уже имеется. Притом седьмая минута. 600 голды еще сверху. Так что тайминг очень-очень даже неплохой. Меракл покупает Солу Ринг. И к нему уже выезжает и Винга, и Слардар. В очередной раз ребята делают удар именно туда, где у Нинески огромная слабость. В виде одного керри. Один керри кушает крипа. 1200 хитпоинтов у него есть. И выходит на линию, как ни в чем не бывало. Ну и это была ошибка. Потому что здесь его ждали, здесь его встречали. И третья смерть для Клинкса. Что хочется сказать. Где же Даззл? Все-таки стоило, наверное, стоять за Боником. Здесь у Алхимика уже попосложнее убить. У него все-таки имеется ультимейт. У него есть Армлет. Он, если что, им будет готов поиграть. И он этим самым Армлетом дал бы время прилететь. А у Боника сейчас вообще никакого эскейпа. У него, к сожалению, нет такого ультимейта. Так, подрубаются Стампиды. Проблема у Слардара. Слардара получается забрать. Дальше никого цеплять нет возможности. Но перетянули себя и Кентавра. Потратили Стампиды. Но хотя бы убили. Второй фраг. Да, я продолжу. Алхимика есть смысл охранять, пока он не получил шестой уровень и Армлет. Как только он получает и шестой уровень, и Армлет, его забрать крайне проблематично. Пока у Слардара не появится Коррозив Хейз. И сейчас Даззл, вот он бегает в миде. Я так понимаю, Алхимик вообще решил забить на эту линию. Оставляет весь фарм Даззлу. И из-за этого есть небольшие проблемы у Клинкса. Ну, замечательно. Давайте дадим фармить Даззлу, а Клинкс пусть там умирает. Да, это небольшой фейл, потому что по нетворсам уже Клинкс начинает проигрывать Даззлу. Если еще раз Клинкс умрет, а Даззл будет дальше фармить мид, то Даззл… Это кэрри Даззл? Да, то Даззл его обгонит. Где-то я такое уже увидела, и закончилось это не очень хорошо. Если что, вы понимаете, я про Виртуз пороговаю. Да, про Лидана и компанию. Это же вообще было, когда НС играл. Ну да. Да, да, точно. НС и пикал. Да, НС, это была задумка НС. Он говорил, Илья, доверься, Илья, доверься мне. Доверился, блин. Там был Кири Даззл и Кири Скайросмак. Больше мы их не видели. Кентавра нашли. Кентавра нашли и убили. Огромное количество дизейвлов. Прилетает Даззл. И вот, ну что это? Это уже не смешно. Даззл прилетает и отъезжает. Себе любимому Грейв дает. Однако, это всего лишь... Здесь нельзя уж никак уйти. Клинк решил сделать хитрее. Он просто отправил Кентавра на легкую линию. Говорит, ну ты давай повлотнее. Ты там постой, повпитывай. А я пойду в сложную. Говорят, там нормально фармится. Например, сложной у Минески нет вообще никого. Не знаю. Такое чувство, что Минески даже не хотят пытаться сейвить своих персонажей. Как будто они играют на себя. Да, да, да. Вот это вот просто с языка сорвало. Серьезно. Тот же самый Даззл. И даже Даззлу никто не пришел на помощь. Он говорит, ах, ты мне не помогал? Хорошо. Вот теперь сам побудь на моем месте. Ну и в любом случае теперь проблем не будет. Вышка упала. Нет вышек, нет проблем. Подходит сюда, кстати, Клинкс. Будут пытаться забрать Слардара. Но Слардар не подставляется. Понимает, что раз Кентавр так сделал пару шагов, что-то тут не то хотел Дэдстан. А сейчас Стампиды. Но вот от этого уже никуда не уйти. Станчик пытался Кентавр им состилить фраг. На самом деле не состилить, просто добить. Но Меркл оказался сильнее в этом плане. Плюс 20 демеджа выбирает у нас Джиггернауф в качестве своего первого таланта. Вылазка от Никса с Ассина. Ищет Даззл и Кристалл Мейденку. Даззл и Кристалл Мейденка пока ничего не подозревает. Решил обойти. Пошел за Алхимиком. Видимо предполагает, что Алхимик пойдет брать баунтируну. Кстати, скорее всего так и будет. И Алхимика без тысячи голды. На самом деле, вот вроде бы убивали Клинкса. Вроде бы там Даззл и Кентавр также страдали. Но тем не менее, у Алхимика на Рейденс будет очень хороший тайминг. А здесь как раз на Даззл и Кентавр он так себе хотел сказать все равно. Но вообще-то у Кентавра уже появляется Блингдаггер. То есть сейчас у них есть инициация. А Тинь-Си тем временем решили попробовать забрать Рошана. Никто им там в принципе не мог помешать. Рошана они забирают. Забирают Аегис для Тролля. Ну и теперь можно вполне идти пушить. Потому что есть Аура Ванжи Фул Спирит, Ультимейт Тролля. Хилинг Вард от Джаггернаута. Да и Алхимик с Рейденсом еще не боец. Да, еще Рейденс и Рейденса нет, простите. Там еще 300 голды. Тролль с Аркан Руной. Вообще идеально. Минус Волк. Волк он, наверное, зря подвел. Лучше бы он его поставил под палку Джаггера. Отдал 125 голды и 30% урона. Ты не понимаешь, он просто отвлекал внимание, чтобы Тавр не вздумали даже дефить. Лучше бы он этого не делал. Еще раз напоминаю, у Кентавра есть Даггер, так что при большом желании он может ворваться. Но я думаю, что большого желания у Минескива врываться нет, так как у Алхимика еще не те слоты. Да еще раз повторяю, буквально чуть-чуть не хватает до Рейденса. Если бы так получилось, что Алхимик умер, я думаю, он бы расстроился. Перетягиваемся вниз. Клинкс нашел безопасное место, где его не взять. Вражеский лес. Если придет еще один герой, например, Кентавр с Длинком, то им по силам забрать Джаггернаута сверху. У него, конечно, дела идут не очень хорошо. Кстати, смотрю, он взял себе фейзы. Ничего себе. Подожди, кто взял? Клинкс, Меркл. Меркл берет фейзы на Бон Флетчера. И вылазка на вышку сверху. Нет, на самом деле, интересное решение. Обычно стараются уплотнить Бонника, дать ему атак спид, но здесь вот... Ну, я так понимаю, он руководствуется тем, что у него атак спид и так есть в виде ультимейта тролля и стрейфа. И, следовательно, ему нужно больше урона. Это единственное объяснение, почему он берет фейзы. Кресел Мейден приобретает Смоки. То есть, возможно, захотят все-таки дейпить нижнюю линию, нижний тавер. Ну, спидпушить надо. Тир 2 снизу падет, и тир 2 сверху тоже, скорее всего, падет. У нас спидпуш уже выехал. Алхимик с Клинксом. Подходит к вышке сверху, но они немножко опаздывают. Потому что либо Тиньси прямо сейчас пойдут на тир 3, либо Тиньси пойдут дейпить т2 сверху, и после этого заберут т2 сверху в Минеске. Клинкс, кстати, достаточно быстро ломает его раги. С Дизолятором, разумеется, это все будет поприятнее. Влетает Кентавр. Ребята из Тиньси уже заходят на хайграунд на 14-й минуте. На самом-то деле, очень рискованно. Посмотрим, получится. Минус палка. Палку забрали, надо отойти. Они забрали тавр, да? Да, они тавр забрали. Они забрали тавр, теперь время забирать шрайны. Для 15 минут это очень-очень хорошее. Ну, в плане преимущества по карте, в плане территории. Тавр забрали, если ты говоришь. Они, это Минеске забрали тавр сверху. Клинкс и Алхимик начинают работать. Сейчас можно кого-то ловить. Далеко находится Джаггер. Очень далеко. Очень далеко находится Джаггер. Миракл ищет. Миракл нашел. На центре находится. Никс бьет Кентавра. Не самая лучшая цель. Весь фокус отдает Кентавра. Алхимик закидывает баночку в Куку. Куку теряет Аегис. И можно и дальше. Джаггернаут все еще далеко. Кентавра, если что, готов врываться. Врывается. Однако, отличный свап от Vengeful Spirit. Разбирают Кентавра. Разбирают Тролля. Теперь проблемы будут у Слордара. В Блэйд Фьюри. Слордар отправляется в таверну. Vengeful Spirit отсюда. Надо уходить. Никса также проблема. Отличный грейф от Дазла. На самом деле, там грейф еще можно и попозже было дать. Кубик на Джаггер. Триплкилл от Алхимика. Ну, это уже триплкилл. Ультракилл от Алхимика. Тимвайп. Отличная игра от Минески. И это камбэк. Они дали Алхимику то, что ему было нужно. Да, прямо сейчас Минески игрой переворачивают. Ошибка от TNC. Но Джаггернаут улетел очень и очень далеко. Он был сверху. Он отпушил линию. И из-за этого они остались четвером. Большое количество сцентри со стороны Минески позволило им найти Никса Сассина. Да, вот нам показывает Артемий. И в результате этого нашли Никса Сассина. Нашли Тролля. Убили одного и второго. По действиям вообще было, видимо, непонятно, хотят ли они атаковать или, может быть, они стараются убежать. И в результате они просто нафидели всей командой. Алхимик отрывается. У него 14 тысяч голды. Много? Много. Я такой минуты. Для 16-ой минуты у него уже, как мы говорили, если можно, покажите нам Алхимика. Благодарю. У него есть Яша. Не так много этого монта-стайла. Ну, соответственно, с появлением. На минуте 18-ой у него там будет монта. Ну и начнется. Выбрал он, кстати, плюс 4 армора. Сейчас скорее плюс 6 к статам, наверное, возьмут, да? Статы очень важны. Джаггер не работает без Троля. Тролль дает ультимейт. Джаггернаут получает скорость атаки и прыгает. Если Джаггернаут находится далеко и Тролль дает ультимейт без Джаггернаута, то сила связки уже уступает. Другим вариантам. Пошла просветка, однако пошла она никуда. Это... Потому что Гентавр, конечно же, будет собирать себе аганим. 11-то левел. Ну, они теперь не пропушат. Нужно ждать Айгис. Теперь пропушить вообще нереально. Алхимик оделся. Алхимик сможет на базе защищаться под святынями. И в любой опасной ситуации на него дает Грейв. Он начинает захиливаться. И нужно как-то гангать. Нужно как-то гангать, скооперироваться не к Сассасину и Слардеру. Ну, вот вопрос. Как они смогут загангать, если так много Сэндрей стоит? Да. Сэндрей слишком много. Ну, возможно, через Смоки? Ну, Смоки ограничены. Смок будет перед Рошаном, когда он появится. В этот момент нужно будет быть готовым. Медальку покупает Дазл. Будет делать Соркрест. И в очередной раз, в очередной раз у нас противостояние Солар Крестов. Кто первый нафармит Солар, тот и будет выигрышем. Тут один физический ДПС. Миракл пошел искать. Он уже не керри Бонник, он уже такой Бонник второй позиции, который помогает Алхимику. Ну да, я тоже, кстати, думала, что захочет сразу собрать себе Дезолятор, чтобы быстрее бить, но нет. Будет толкать. Толкать он будет либо себя, либо Алхимика, либо чтобы кого-то можно было спасти. И Смоки не слишком ли рано? Не слишком ли рано? Рошан же еще не появился. Но это Алхимик появился сверху. Если Алхимик умный, он не подойдет. Ему нет смысла подходить. Вот Мейданке можно подойти, а он вам говорит, ничего страшного. Алхимику нужно кидать манту и не стоять на линии. Однако цепляют у нас Алхимика, прожимаются стампиды, станчик от Нексани плохой, сразу дается Грейв на Алхимика. Алхимика там забрать будет нереально сложно. Тролль уже погибает. Unstoppable для Алхимика. На этом не заканчивается замес. Сейчас еще могут быть проблемы у нас у Бонника. Бонник отправляется в таверну. Ну и Double Kill для Алхимика. Разбирается он еще с Джиггернаутом. Теперь просто отойти. А возможно сейчас Рошан уже появится. И на Рошана еще сходится. Он догонит. Он догонит Райера. Да, да. Венга также может встретиться. Спорт Венга. Ну она, конечно, имеет стан, но отсюда никуда не уйдет. Врывается Дазл и забирают Райера. Не хватило урона это раз. И сами Минески были готовы. Минески просто забайтили на Алхимика. Такой редкий момент, когда ты врываешься на Алхимика, начинаешь его бить, а в двух метрах стоит рядом Дазл, и у него есть Грейв. В этот момент... В этот раз он стоял рядом. Да, в этот раз он стоял рядом. Получилось засейвить, получилось сделать все идеально. И 11-10 счет, но игру перевернули полностью. Теперь Алхимик уже способен, в принципе, идти и драться с командой, то есть товара забирать. В принципе, Аркейн Руна сейчас берет. Скоро у него уже появится Акторин. Ну и тогда я даже не представляю, что можно будет сделать с таким Алхимиком. Тролль его никак не убьет. Во-первых, ультимейт, во-вторых, промахи, в-третьих, Грейв от Дазла. Никак. У Тинси такой был хороший пик, мы с тобой обсуждали, но... Я, знаешь, что понял? Заранее прошу прощения. Бонник не стрелял в команде. Вот. То есть Бонник-то... Ну, то есть тролль ему не дает атак спид, и... Теперь я не понимаю вообще, зачем ему фейзы на Бонфлетчере. Зачем они ему нужны. Когда я просто ошибся. Ну, просто чтобы бегать. Просто дело в том, что если ты будешь бегать в инвизе, ты и так быстро бегаешь. И ты прожмешь фейзы, то ты выйдешь из инвиза. Зачем же они тебе? Зачем? Прямо сейчас можно... Нет, не убьет. Улетает район. ЕС к катапульту. Рошан уже появился. Вот драка за Рошана. Для Тинси идеальный смок это просто пройти вокруг, поставить пару апсов и зайти на Рошана. Даже если в этот момент Минески быстро среагирует, они, скорее всего, не успеют, потому что Рошан упадет, ну, очень быстро. Тинси надо сейчас изменить стратегию. Вот помнишь, ты говорила, надо идти и стараться сразу убивать как раз того, на ком большая часть денег. Мне кажется, сейчас они этого алхимика не убьют никак. Мы уже обсуждали. Нет у него еще Дазла, Грейв, у него Стампиды Кентавра. Как они его убьют? Они и так пытались, врывались, и вообще там даже половину хп ему еле-еле сняли. Если он будет один, они его убьют. Им нужно бить Дазла. Вот именно. Если замес будет 5 на 5, им надо врываться, убивать Дазла и Кристал Мейден, а дальше уже переключаться на алхимика, чтобы он один, потому что пока его зафокусить будет крайне сложно. Ну, я бы сказал, что если у тебя нет акса или какого-то аппарэшена, нет вообще смысла кого-либо бить, если есть Дазл. Вообще нет смысла кого-либо бить. Дазл тебе даст Грейв, там кто-нибудь тебя еще форстафнет, и ты выживешь. Ну, алхимик, он в данном случае еще и плотный, если он под ультом, да и с промахами, то есть там реально сложно что-то будет сделать. Ну, и особенно, знаешь, нет такого прям супер-быстрого дэмэджа, кроме как... Он не слышит от Джиггернаута. Пика на Меракле. Меракл сейчас будет тоже толкать. Никс снизу нашел Кентавра. А вот он и Дазл. Станчиком в этот раз попадают, пошли стампиды, ну и надо отсюда бежать. Никс пытается сделать телепорт, однако Колбай сбивает его ЦМ-ка, и Никс отправляется в таверну. Слишком нагло сыграли, за это были наказаны. Пика реализована. На все 100. Теперь больше вардиков. Попытка была хорошей. Вот будь они в этом месте в пятером, быстро вырубив Дазл, они бы, возможно, смогли дальше продажать Драку. Но из-за того, что Святыня, есть на ней очень легко сделать ТП, из-за того, что рядом база, то делают ТП пару людей, на стампиде заезжают, и ты никуда не денешься. Ну, Алхимик уже начинает пушить, вместе с командой, как и планировалось, почему бы и нет. Имеется у него еще и Аегис, 1300 голды сверху, следующим артефактом выбирает для себя, как я предполагаю, Кирасу, барабану приобретает себе Кристал Мейден. В будущем, если говорить про самый жесткий лейт, тут появится куча Аганимов. Кстати, очень интересно, Кентавр сам будет собирать себе Аганим? Вот и ответил на вопрос. И Спитпуш поехал. Вопросов не имею больше. Спитпуш поехал. Размениваться по ТВ-рам нежелательно для Минески. Все-таки какой-то тролль и Винга плюс Джаггер, они будут бить базу намного быстрее, нежели Клинкс и Алхимик. И поэтому нужно найти Ревена. Найти Ревена и найти Ку-ку. А Ку-ку старается всячески задолжить замес. Покупает себе Блэкинг Бар. Там будет хоть какой-то маленький шанс того, что он сможет нажать БКБ и не получить дизейбл. Дизейблов хватает. И после этого молится на Баш. Баш их спасет. Наверное. Наверное, ключевое здесь слово. Я прошу сказать, но это не точно. Так, Кираса у нас практически готова. Готова, да. Готова Кираса. Однако пока нет слотов, потому что есть Аегис. Ну и в Смоках ребята из Минески отправляются искать себе приключения, потому что у них есть персонаж, которого впятером будет для Тинь-Сим проблематично убить. Обойти спину. Вот прямо сейчас. И убить Дазла, потому что иначе тут никак. Ну и топ только после Аегиса, потому что... Опаздывают. Опаздывают ребята. Снизу выехал тролль, но он уже не подойдет. Алхимик, в общем-то, может идти дальше под Кираса. Ему будет очень легко сносить вышки. Кентавр на позиции. У него есть 2 минуты. Да. 2 минуты для того, чтобы снести этот табор. Ничего не боясь. Минеса напоминает прошлую игру. Только в прошлой игре стоял тролль на передовой, а в этой игре стоит Алхимик. Итак, свапает у нас, кстати, Алхимика. Она катается Грейв. Грейв фулл хп. Подрубаются Стампиды. Ну и... Ультует Семка. Ультует, кстати, неплохо. Омни Саша Джаггернаута. Кристал Майден получается забрать. Бонник также отправляется в таверну. И в этот раз вот забирают того, кого надо. Остается Кентавр. Подкопали Даззл, погиб. Алхимик закидывает в баночку и кидает ее в Куку. Куку хочется убить, но здесь же бегает Винга. Она тоже очень аппетитная. Винга умирает. Умирает и попадает в таверну. Алхимик остается один против всех. И вот с ним лучше всего пока не драться. Лучше всего отойти. Они даже не могут его просто втроем убить. Нет, на самом деле мы могли... Я бы на месте убежал все равно. На всякий случай. У него есть Аегис. Приходит Джаггернаут. Начинает его бить. Под минус армором, как я и говорил, Алхимик очень легко расклеивается. И самое забавное, что они могут его убить и во второй раз. Они, скорее всего, во-первых, и убьют его во второй раз. Манту использовал рано. А там огромный стрик. Да, Манту использовал рано. На него повесили минус армор. И Алхимик погиб. Вот так легко расправились с ними ТНС. Ну, ошибки, ошибки. И еще раз ошибки. Я не совсем понимаю, зачем давать грейв в герой, у которого 90% жизни. Мне кажется, еще больше было. Кстати, Никс получил он у нас куш, сорвал, заработал тысячи голды. И, соответственно, у Никса... У Никса и так, в принципе, неплохо у него. Метас Даггер имеется, ветра в... Я также еще не совсем понимаю, зачем давать стампиду в героя, на которого дали грейв. В результате и грейв, и стампида были использованы так, что толком-то они ничего не... Они толком никого не спасли. Они просто на этой стампиде въехали в толпу. Потом, когда они приехали, их резко начали бить. И получается так, что сейвиться тебе больше нечем. А мне тоже... Знаешь, что мне было непонятно? Зачем они пытались настолько сейвить Алхимика, у которого Айгегис? Они потратили как бы все на сейв Айгегиса. Хотя можно было бы сейвить Боника и так на подвиние на Кентавра. Слаб Веншфул Спирит для того, чтобы дать стан. Дальше пытаются зацепить Кристалл Мейден. Кристалл Мейден также не должна никуда уходить. Слардар, Блинк, Станчик. Минус Кристалл Мейден. Минус три персонажа. Простите, минус два. Алхимик до сих пор в таверне сидит. Ну, конечно, такой стрик отдал. Пусть сидит теперь. Можно заходить. Заходить его нельзя, потому что, во-первых, байбеков нет. 25 секунд против Алхимика, которая поставит свою тучку. Зайти будет сложновато, на мой взгляд. Джаггернаут ставит палку, и виду он имел эту тучку. Ну, посмотрим. Джаггернаут так и делает. Тавр, кстати, забирают. Алхимик. Карапати. И как же легко падает сторона. Это просто, ну, это очень неожиданно, на самом деле, в плане того, что казалось, что у Алхимика все просто великолепно. Но одна ошибка, одна смерть Алхимика стоила крайне дорого. БКБ прожимает тролль, его начинают избивать, Миссы разобраться с Бонфлетчером. Бонфлетчер отправляется в таверну, байбека у него нет. Здесь Джаггернаут разбирают у нас с Никсом, но погибает Алхимик. И Алхимику в этот раз придется делать байбек, потому что по-другому нельзя. И либо теряешь сторону вторую, либо делаешь байбек. Ну, ошибка снова. Снова они поехали на Стампиде. В очередной раз они собрались убивать ТНС. Снова Стампид никого не засейвил. Даззл вроде бы вбежал, и вбежал он на свою смерть. Его очень быстро убили. Грейв в итоге никому не достался. Ну, а после Алхимик под Коррозив Хейз рассыпался. Стоты. Конечно. Вот, кстати, в этой игре лучше всего брать 20 ловкости. Здесь Блэдхьюри мало дает. А ловкость дает много, так как у тебя слишком много минус армора. Теперь Алхимик понимает, чего ему не хватает, и решает собрать Блэккин Бар. Ему Даззла не хватает. Очень. Ему не хватает Грейва Даззла в правильных моментах, потому что Грейв Даззла был в фулл ХП, а когда Алхимик на самом деле умирал, к сожалению, Грейва не было. И вот он Бонник с Вейзами. Я вот прошу обратить нашу студию аналитики на Фейзи, разобрать по полочкам, зачем. Зачем Гоннику Фейзи? Мне это не дает покоя. 3 миллиона долларов. Это возможность сыграть за 3 миллиона долларов, а не 3 миллиона долларов. Ну, это участие. Уже участие. То есть главное не победа, а главное участие, да? Верно. Дмитрий. Если бы ты просто поучаствовал на первом интернашнале, ты бы был доволен? Конечно. То есть победа так себе там, да? Да. Хорошо. Вгрызаются в Рошан, Рошан падает крайне быстро, а теперь у тролля есть Аегис. Волк. Такое ощущение, что они кроме Волка никого не берут больше. Вот я видел Волка, я видел Волка, наверное, минуте так на 15, когда они осаждали Тея 3. После этого его забрали, и я думал, что он сейчас возьмет какого-то еще крипа. Там какие-то крипы были, правда, они особо не фигурировали в замесах. Ну и вот сейчас берет еще одного Волка. Волк решает. Волк рулит. Волк это победа. Кстати, сколько у него урона? Артемий. Сколько урона у тролля сейчас? 250 плюс венга почти 300, и добавляем сюда его атак спид. Дикие цифры. Дичайшие. Затаился. Ребят, сейчас у вас получится. Сейчас, если Минески... Нет, если Минески... У них, во-первых, у Тинси имеется Аегис, а у Минески нет Бэбэка на Алхимике. И что им делать? И что им делать? Нельзя ошибаться. То есть... Вот, а я говорю, сейчас у вас получится. Вы отправите Алхимика вперед. Сзади Бомфлетчер, или он же Клинкс, будет бить с руки. Когда Алхимика останется малой жизни, вы дадите ему Грейв. И если вдруг будут бить вашу команду или того же Даззла, в этот момент Кентавр нажмет стампит. Вот так они не допустят ошибок. И пока у Тинси перевес по деньгам не перевесит отметку 20 тысяч, то, может быть, у них еще и будет шанс на победу. Но с каждой секундой Тинси фармят все больше и больше. Ну, во-первых, у них еще стоит отметить, есть гем на Никсе. Они лишили соперников всего. То есть ворды разбиваются, рошаны забираются, шрайны уже разбиты, одну сторону сломали. Ну, сложно будет что-то сделать. Но вообще, как ты сказал, с Алхимиком все-таки такое возможно. Если они будут правильно действовать. Если будут. Если ДКБ. Да, я вот теперь понимаю разницу Кентавра, который играл за Клач Гейминг, и Кентавр, который играет за Минески. Это два разных игрока. Тот Кентавр стоял сзади и давал стампит только тогда, когда тролль там врывает. Ну, там был не тролль, там был другой герой. Только тогда, когда герой уже врывается и начинает бить. Прямо сейчас. Сват Мирка в Секу. Ну, у него есть Вайбек. Да, но его убили в Секу. Тут бы даже стампит не помог. Другой вопрос. Зачем он слезает с горы? Ну, тут ребята в самоках были. Все-таки надо хотя бы отпушивать. Так, сейчас у нас избивают Тороля. Не забывайте, что у Тороля есть Аегис. Петрубает БКБ слишком поздно, однако все равно выживает. Бонник делает Байбек. Замес у нас разделился. Неплохой станчик от Кентавра. Алхимик работает, забирают Никса Асасина, также прогоняют Слардера. Остается один тролль, он появится в окружении врагов. Блэкинг Барра у него нет. Ку-ку бежит, но от Алхимика, Кристал Мейденки и всей этой компании ты никуда не убежишь и почему-то его прощают. Он пока все еще живет, но нет, он тоже погиб. Даблкил для Даззла, понимаешь, мы говорим в начале, что Даззл Кэрри. И все-таки... Ты видишь, я же говорил, они справятся, они могут. Это не так сложно, поставить Алхимика спереди, стоять другим героям сзади, нажать свои спилы в правильной последовательности и выиграть замес. Легко. Ну не так-то легко, но в любом случае они комбэкнули. Они убили Тороля, потом они убили его еще раз и после этого еще разорвали Слардера и Никса Асасина. Хотя в начале оказалось, что ТНС все здорово. Они так быстро снесли Бонника, потратив всего лишь один свап и уже дрались в численном преимуществе, имея на руках Аегис, но ошиблись. Ошиблись, да. А теперь за эту ошибку они могут потерять сторону. И, конечно, не теряю. Нельзя рисковать силе, нужно бежать. Эх, жадина. Гриф, люди, просто это то, чего нам долго не хватало. Беги, брат. Даззл не может, Кентавр поможет, но Никс резко, резко использует Иул. И Меркл погиб. Это он 100% должен был убрать. Баш, хорошо. Вот так вот. Че это зло. Он должен, да, за такой Гриф он должен погибнуть. Да, он должен умереть. На самом деле мисклики случаются везде, даже в профессиональных играх. Очень многие любят троллить, но там сейчас такие нервы, ручки трясутся. Не знаю, они только сели играть. Я не знаю, что у них ручки трясутся. Это первая игра. Ручки трясутся, когда ты играешь 5-6 игр подряд, шестую игру подряд играешь, там у тебя уже шестой час пошло, тогда у тебя ручки трясутся. Дело в том, что... Мышцы, мышцы, они у тебя уже устают. Сыр, сыр еще, кстати, есть у тролля. Ему отдали, и, соответственно, заход на ХГ. Дазл. Так, ну сейчас нужно подумать дважды, смогут ли. Ну, Бонника нет 20 секунд. Почему бы и нет? У него есть БКБ, у него есть Кади. Влетают на тролля. Сразу спа по Твенчевл Спирит. В родоем Слардара. Слардар тут же форстафает сам себя. Ребята убегают. И не могут. Это ты продаешь Слардара, а Слардар сам себя просто так не отдаст. Отошли. Ну и теперь, наверное, будут ждать просто Рошана. Подхилялись вот за Шрайна. Нет, можно загангнуть. Вообще, пока только минус одна сторона для Минески, и только один миличный барак потеряли ТНС. Можно просто подождать момента. И поставить варды. Можно даже гем купить на такой стадии. Тот, кто выиграет драку и выиграет биту на Рошане, с большой вероятностью будет заканчивать игру. Уникса же гем. Это про Кентавра гем, да. Так что гем есть. Ну, варды, варды нужно поставить. Так, чтобы те самые хитрые варды. От Несса. Если ты знаешь, о чем я, да. О, ну кто не знает, о чем ты. Даже Айс Рок знает, о чем ты, чтобы ты понимал. Конечно. Нет, серьезно, твиттера видел? Да. Скобочек нет. Ясно. Поехали. Ганг. Ганг, ганг, ганг. Осторожничают. Нет смысла рисковать. Просто на горочку находим любую горочку и ждем. Кентавр дает станчик Слардера. Бьем. Алхимик начинает рубить. Хорошо рубит Алхимик. Вообще, если не Никса, так Слардера. Слардер погибает, а теперь минус арморов не будет. И Алхимик вступает на тропу войны. Дазл успевает дать грейв. Алхимик начинает заряжать баночку. Закидывает ее в куку. Забирает кристалмейдонку. И Алхимик думает, стоит ли ворваться. Стоит, конечно же. Кентавр вошел прямо сюда. Утролят мало жизни. И тролль пошел на передовую. Алхимик заряжает очередную баночку. У троля есть Чиз, который он съедает. Размен пока 1-2. Могли добрать Никса. Ульт. Ульт, ульт, ульт. Не успевает нажать ульт. Вот он тот самый пермобаш, про который мы говорили. Байбайк имеется. Дазл вешает грейв на себя. Старается улететь. Но здесь башики. И Дазл отправляется в таверну вслед за Алхимиком. Вот этот трой. Вот если он начинает башить и не выпускает ТС Баша. По-моему, ни один герой в доте его не победит. Просто баш, баш, баш и ГГ. Нужно байбекаться уже, Алхимик. Даже не надо ждать. Просто сразу. Чтобы кулдаун пошел, конечно же. Чтобы тебе не нанесли ни одной тычки по баракам. Там как раз 2 минуты примерно до появления Рошана. Опять же, Рошан с сыром. На байбеке развели. И ТНС смогут ли они закончить? Вот в чем вопрос. Что купит Алхимик? Вот в чем вопрос. 5200. Я так понимаю, Кираса он купил. Но у него 5200 голды. И байбека у него нет. Поэтому нужно что-то продать и что-то купить. Аганим? А вот вопрос, да. Аганим для кого-нибудь. 100%. Вот Дазл бы я купил Аганим. Дазл он бы не покупил Аганим. Я бы купил. Дазл с Аганимом дает слишком много армора. Слишком много. Будет давать только себе. Это что, не знаешь этого Дазла? Давай, Алхимик. Быстрее. Надо закупаться перед Рошаном. Да, потому что Крера страшно вести. Нет, будет покупать Эбисол. И видимо что-то выкинет. Вот я так понимаю, Кирасу он купил, чтобы просто быстрее убить базу. Когда вот они начали рваться вперед. Как бы минус армора хорошо. Но теперь эта Кираса смотрится так средненько. Потому что она не особо сочетается с Экторином, как та же Шива. Все-таки у Шива понижается кулдаун. Ну и в драке он треть времени просто бегает. Так, минус Меракл. Между прочим, минус Меракл без Байбека. 67 секунд. Отчаянный малый. Он пошел кушать Крипа. Да. Ну, не пошло. Теперь на диете посидит. Не хватает какого-то Доминатора в команде, чтобы был этот Крип. И он бы ел Крипа с Доминатора. Отдал Меракл сам себя. И подарил противникам Рошана. Ну и теперь нет Байбека. Теперь ждем Баттерфляй на... Теперь ждем Баттерфляй на... Поругались, поругались. Тактическая пауза. Поппи пауза, да? Да. Да, как раз время посмотреть на графики. Преимущество у нас... Но Дайр вполне неплохое. Если учесть, что еще большая часть денег у нас на Алхимике. То есть остальные герои совсем голые. Что Кристал Мейден, что Дазл. Беда. Дазл все никак не может собрать Солар Крест. У него эта медалька лежит в инвентаре уже, наверное, минут 20. Я где-то в начале игры ее заметил. Я думал, что скоро будет Солар. А вот тут вот талисманов Эвейджин в Кликбайе уже лежит тоже минут 20. Он на него копит. Да, а на его месте было бы здорово попросить Кристал Мейденку купить какие-то варды, а он бы добрал Солар Крест. Все-таки ни у кого МКБ нет, и это плюс армор и 25% поклонений. Поклонение сейчас это как 1 четвертая жизни. Слишком много за такую маленькую цену. Пошел сразу ультимейт от Троля. Вы люди. Неплох. Ну, добить. Добить, добить. Станчик Кентавра бы. Он бы его убил. Им самим с базы вылазить очень опасно. Ну, хорошо, выбил бы он Аегис. Тут Троль даже бы КБ не потратил. Имеется еще и Сыр. Соответственно, тут одна ошибка может быть фатальной. Какой же молодец. Алхимик передумал, в итоге решил не покупать себе Эбисл Блейд. Сразу купил себе Манкинг Бар. Его можно понять. Троля с бабочкой. Да еще и с топорами пробить почти нереально. Нужен Тру Страйк. Если ТНС хотят зайти, то им нужно обходить в Смоках и заходить в спину. Как раз снизу у Барака нет. Там могут и войти. Ну, пока ТНС. Просто пытаются потихонечку заходят, подпушивают. То есть особо, на разу же он лезть не хотят. Время идет. Время идет, но... Бабочка только сейчас прилетела. Ну, он изначально увидел Талисман и пришел к выводу, что МКБ приоритетнее всего. Ну, Тролль не может зайти. Даже несмотря на 3000 хп. 3200. Нужно по разным сторонам тогда. Одновременно заходить. Пока будут бить Тролля, Джиггернаут бьет в другую сторону. Тогда, может быть, получится. Вот, оставил палочку у Троллю. Джиггернаут пошел. Джиггернаут начинает бить базу и резко подходит сюда кристалмейн, забирает вышку и вот то, о чем я и говорил. Вот так вот можно пробовать. Да, тем более на Глиф развели, Тавр забрали. Идеально для них. Ну, теперь через 20 секунд повторяем то же самое. Джиггернаут бьет базу под Блэйдфьюри. И сможет уйти. Заходит. Сейчас ждет, ждет, ждет. Ждет крипов в миде. Слардер вышел на подсейв. Кстати, кого-то можно убить через прыжок и коррозив хейс. Вообще неплохо было бы начать замес, потому что 2 минуты еще до конца действия Аегиса. И все-таки было бы здорово его на что-то разоменять. Продолжает Джиггернаут бить базу, забирает ранжевый барак. И теперь бежать. Убивают Ку-Ку. Но это только Аегис. Теперь БКБ и бежать. А, ну или просто убежать без БКБ. Даже так. Кентавр нужен. Вот ему нужно как-то стайнить тролля, чтобы перестали ребята этим заниматься, потому что еще один подход и убьют милищный барак. Минески проигрывают. Джиггер слишком много урона наносит под Блэйдфьюри, ну под ультимейтом тролля, пока находится в Блэйдфьюри. Вот-вот-вот, попыточка. Попыточка что-то изменить. А так, а еще Аегис есть. Сейчас встретят тролля. Пошел станчик от Кентавра. Венжифл Спирит вовремя свапает. Стампиды. Венжифл Спирит должна здесь отгильтать. Первым погибает Венгав. Забирают Кентавра. Раскастовывается Кристал Мейден. Новый клык избивает. Убивают Бон Фейчер. У Бон Фейчера, если что, байбэк есть. В этот раз Алхимику все-таки дали Грейв. Однако Алхимик отправляется в таверну. И это good game, well played, dominating. От тролля. Мне все-таки было непонятно, зачем они пытались что-то сделать, когда у них на Алхимике нет байбэка. Качественный слаб от Венги. Засейвил от тролля. Ну, тролль, в свою очередь, успел поражать ультимейт. Въехал в Алхимика. И баш... Да, и баш дело тонкое. Ну и пик прекрасный. Прекраснейший. Ну что же, Тинси все-таки оказались сильнее. На самом деле, я так и предполагала. Ну, несмотря на то, что они сегодня... Ты сказал, что Минески будут сильнее, да? Нет.